здравствуйте сегодня я буду задавать картам вопросы про жизнь козерога про положение ваших дел в настоящий текущий момент вот в момент когда вы смотрите это видео я спрошу карты таро про вашу работу про ваши деньги про вашу любовь семью и так далее ну немножко двух словах вообще в целом про козерогов скажу всем известно что козероги самый правильный самые верные самые последовательные самые обязательные самые 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 в общем вот такие вот исключительно положительные люди да и если у вас есть знакомые козероги сможете спросить вам самую лучшую характеристику самую лучшую рекомендацию про него все дадут да действительно козерогах часто многое держится почти что все семья трудовой коллектив какое-то предприятие производства государства в конце концов и это все прекрасно но есть одно но вот это ваша правильность ответственность и верность в какой-то момент начинают восприниматься людьми как должное и это начинает приедаться это все наскучивает и потом вы задаете вопросы себе и вселенной как же так я ведь всегда играю по правилам я все выполняю я работник месяца я самая верная жена у меня самые вкусные пирожки и самые чистые полы я ухаживаю за родителями как же так жизнь то все равно от этого легче и приятнее не становится но самое обидное что и вы тоже приятнее людям не становитесь то есть к вам все равно предъявляют какие-то претензии а могут даже избегать общения с вами но вот так это работает вот так устроена система взаимосвязи в человеческом обществе действительно все вот привыкают к вашей такой вот хорошести к вашей вот этой вот предсказуемости и вы становитесь ну да просто скучно предсказуемым человеком это одна обидная сторона а вторая в том что это так как бы вторая часть той же самой истории если вы хоть чуть-чуть попробуйте быть не таким не таким верным не таким хорошими таким правильным именно вам этого и не простят вот именно вас осудят строже всех именно ваш промах запомнят на дольше но с этим в целом мы ничего не поделаем так захотел зодиак вот вселенная создала козерогов и жизнь козерога именно такой и часто действительно представители знака проживают ну по сравнению с другими какую-то нелегкую жизнь труднее работают ну и больше каких-то вообще вот бытовых обязанностей что ли и грузов вы наживаете ни в коем случае я вас не призываю от всего этого освобождаться конечно оставайтесь с собой потому что без вас мы не обойдемся и вообще мир не обойдется как козерог может себе облегчить жизнь ну наверное надо иногда вот этот камень тяжеленный камень который каждый из вас свой собственный в гору катит над как стараться его по обстоятельствам делать легче что ли или меньше а поменьше камушек брать например есть хорошие новости на самом деле с начала декабря козероги становятся на целый год почти что любимчиками юпитера планета везения потому что юпитер именно ваш первый дом ваш знак заходит а это значит что ну как бы вот юпитер такой щедрый который создает подарки которые украшают улучшают жизнь на козерогов будет обращать самое пристальное внимание и будет корректировать именно ваш первый дом отношения с собой таланты способности возможности возможности что-то начинать поэтому в общем смело можете рассчитывать на то что в 2020 году собственно это уже началось эта тенденция пошла но в 2020 году он будет вести просто будет вести я вас прошу настроиться на гадание и я начинаю с темы работа работа для козерога на своем левом месте чего вам ждать от вашей текущей работы ну и будут ли новые предложения и варианты у козерогов часто работа тяжелая но вообще так считают что если вы козерог то вы должны выбирать себе вот именно трудные участки хирургом быть или анестезиологом или спасателем пожарным в общем любые места где другие не справятся но доступны вот как раз для козерогов и потому что так завидным самообладанием вы наделены в массе свои естественно хотя многое конечно зависит от натальных характеристик пристальнее можно и нужно смотреть на свою натальную карту на свой гороскоп рождения потому что у вас могут быть какие-то противоречащие характеристики в гороскопе которые в общем особую козерожность вам не дают а может быть даже ее исключать поэтому все мое гадание конечно наверное особенно нет не гадание гадание для представителей знака это уж точно мои комментарии вот я прошу вас с определенной сноской принимать мои комментарии когда я говорю что вот козероги такие жизнь козерога такая я имею ввиду классического представителя знака у которого плюс минус да действительно выбор каждого дня такой вот идет по земному по козерожьему типу если у вас солнце в козероге а внутри все совсем другое скажем вас планет занимает воздушной позиции то конечно я скорее говорю не про вас ну вернемся картам карты дорог роли знаменитая такая колода очень популярная будет у нас работа у козерога сейчас есть ли она во первых начнем с этого хорош насколько она хороша для вас чего от нее ждать а чего не ждать хотя козерогу очень трудно замечтаться вот в отличие от ваших соседей и справа и слева вы конечно мечтательности не подвержены тем работа есть карта описывают для вас работу которая у вас сейчас есть вероятно новая либо вы ее найдете очень скоро прям буквально завтра или через неделю работа будет не только хорошая сама по себе денежная статусная важная интересная полезная людям кстати не только вам но эта работа откроет для вас ли при откроет что ли не знаю какую-то дорогу в новый мир в новую жизнь в новую как минимум финансовую реальность то есть работа есть или работа скоро будет и есть и будут большие 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 заработки новый бизнес туз пентакли ключевая карта расклада описывает начало нового бизнеса тоже такого безусловно оправданного потому что то что деньги текут буквально рекой совсем недавно судьба колесо судьбы повернулась в вашу сторону сработала вашу пользу какой-то звездный алгоритм узнаете развернулся и вы вы приняли решение возможно с риском но вы думали что вы выбираете вот выходить на эту работу или нет на самом деле вряд ли это просто судьба вам судьба так распорядилась для вас поэтому здесь оказались то есть положение дел в работе в профессию вас идеальная сейчас впереди обратите внимание вас ждет какой-то эмоциональный срыв хотела сказать не обязательно но возможно вас ждут очень эмоциональные вопросы проблемы трудности в этой работе в этом бизнесе это не исключает ценность работы ни в коем случае но очень скоро вам придется кого-то любить кого-то не любить или наблюдать как вас как к вам кто-то проникся или кто-то вас отвергает и там где а вот эти карты 2 вместе говорят там где большая любовь там где великая лесть где много признаний где много близости дружбы и обнимашек там очень близко конфликтность и потери поэтому будьте осторожны вот как вы привыкли никого к себе близко не подпускать особо вот на работе сейчас это очень очень важно за этим следить потому что тот кто вам скоро поможет он же вас да вам дальше карьеру как бы и погубит нет работы вы не лишитесь и не потеряете ее деньги заработки все это будет очень вовремя очень упорядоченно приходить даже на карьерный рост можете рассчитывать где-то в период до полугода я бы сказала я бы назвала этот расклад идеальным но опять же мы гадаем козырогу поэтому здесь есть такие у меня строго персональные для вас комментарии вот там где много эмоций там для вас всегда опасно потому что когда вас вселенная создает и лепит она не дает вам ну как бы интуиции такого радара ориентироваться в человеческих эмоциях и вот когда вы в эмоциональные истории в эмоциональное болото пока погружаетесь вы оказываетесь не в своей тарелке не на самом месте и вам лучше всех этих историй избегать то есть вот границы границы еще раз границы обезопасите себя но работа есть если вдруг да если у вас нет работы то это вам только кажется она есть она очень близко вот если вы в поиске она очень близко и на самом деле цепочка событий которые для вас вот эту работу как бы не готов которые вместе несут для вас работа цепочка событий уже раскрутилась она выросла на создана то есть что-то звенья какие-то последовательные сошлись сложились очень скоро будет работа ну прям вот не я не знаю но вот буквально буквально завтра но карты крупные поэтому немножко ваша концентрация немножко вашего риска и выбора потребуется следующее предсказание карт я хочу сделать про деньги в козерога я намеренно вам как и всем остальным другим разношу по разным гаданиям вот эту тему работы и тему денег хотя предполагаю что для большинства они неразрывно связаны работают кто работает тут есть кто не работает тут не есть но все-таки не для всех для большинства но не для всех потому что есть все таки мы также масса людей которые деньги не от работы имеют и у которых как-то это сложнее этот механизм работа и финансов строит вот из-за них отдельно про деньги спрашивают только что карты описали для вас роскошную новую или уже ту которая есть денежную работу может быть опять ветер говорю козерог вижу деньги вижу ту спинтакли обратите внимание это за на это знак а кроме того ваши могут быть и другие денежные вопросы может быть вы от кого-то ждете возвращение долга может быть вы в каком-то длительным даже судебном споре финансово находитесь может быть вы сделали какую-то крупную инвестицию или за им и опять-таки ждете результата будут про эти деньги как бы деньги вне прямой связи зарплаты я задаю карту вопрос козерог безусловно денежный знак вообще все земные люди это денежные люди но вы знаете потому что энергии земли и денег они одной природы они очень похожи потом бедных козерогов фузы бы не бывают я не видела хотя опять же нужно обратить обращать внимание на ваш гороскоп внутри посмотрим деньги что у вас деньгами тоже в центре видите девятка пентаклей сразу выпадает ну все все денежных картах можно может и не рассказывать и не интерпретировать карты а собрать расклад и уже так все понятно нет на самом деле я шучу потому что картам есть что вам сказать о чем вас предупредить деньги есть деньги будут деньги были вот о чем вам говорит девятка пентаклей речь идет о каких-то да действительно суммах вложениях покупках и так далее то есть вы при деньгах изначально какой-то капитал реальный живой активный пассивный но у вас сейчас есть прошлом вам пришлось пережить какой-то кризис связанные с деньгами может быть очень сильно потратится может быть в какую-то финансовую яму ловушку авантюру попасть и угодить но все равно знаете как бы вот нет хода без добра каждый выбирает иметь или не иметь не было бы денег говорят карты не было бы потери слез от потери правда то есть кризис связаны с деньгами но он же тоже все-таки потому что они есть потому что есть эти деньги на ближайшее время а предсказание карты здесь работает вот с момента когда вы смотрите это видео до примерно полгода ближайшие ближайшее время идут споры конфликты неприятности для вас связаны как раз вот так таки с деньгами или связаны с тем что вы считаете что вам денег не хватает интересную историю карты описывать на самом деле опять же высокоэмоциональный большой эмоциональный накал ссоры невозможность договориться споры и ваша такая вот немножко неоправданная какая-то тупиковая несколько депрессивная позиция по отношению к вашим денежным ожиданием то есть основной совет карт такой все могло бы быть по-другому совершенно все могло быть гармонично красивая с вашей финансовой историей сейчас если бы вы подняли голову и увидели какой-то другой альтернативный путь решения проблем вот если у вас есть денежная проблема то именно к этому карту вас опризывают не упирайтесь по привычке в один и тот же вариант не давите пространство своими способами которыми вы привыкли вам нужно заметить вот какую-то другую возможность возможно слишком оригинальную для вас привычная политика не сработает сейчас кто-то не пойдет навстречу вам кто-то не откажется вас понимать если вы вот сейчас говорим именно про заработки про прибыль от бизнеса и про зарплату то ну просто впереди у вас беспокойство разговоры какие-то конкурентные ситуации связанные с заработками а самое худшее наверное в том что какое-то вот отсутствие вашего интереса к денежным к финансовым вопросам к будущему денежному карты выдают то есть поругаетесь поругаетесь отступитесь и ручки сложите и скажете а не будет их хотелось просто в целом неправильная стратегия вами выбрана в деньгах просто в целом неправильно и естественно здесь нет провала тупика провал тупик был уже в прошлом случился впереди его нет но нет и счастливого какого-то разрешения трудностей проблем то есть если в целом вот вашу финансовую ситуацию на будущее оцениваем то можно сказать что вам будет не хватать денег вниз не несмотря на любые какой доход что у вас что вы будете с непрерывно спорить с собой с миром опять же вот из-за этой нехватки денег ну и в общем никакому консенсусу никакому результату не придете догадаться догадаться прозреть прозреть даже вам расскажу ведь вам наверно в позиции совет или ближайшее будущее стать пятерка пентаклей она всегда описывает людей нищих по глупости бедность от глупости то есть вам нужно куда-то заглянуть какую-то другую дверь в какое-то другое окошечко и там может быть искать финансовые потоки ну или разрешение ваших денежных проблем дальше будет про любовь ох с любовью очень разные отношению козерога могут складываться ну вот вообще изначально открою вам тайну для любви для романтических переживаний вас зодиак тоже не затачивал козерог любовь свою и чужую видят просто примитивно даже встретились полюбили друг друга подали заявление поженились купили холодильник и так далее козероги жители десятого дома а это в зодиаке дом брака и вот у вас для большинства из вас вот эта дорожка от любви от знакомства до брака она какая-то очень прямая короткая это похвальная позиция с моей точки зрения вообще у всех так должно быть но иногда это вам мешает потому что любовь ради любви вам часто недоступна роман ради романа в итоге как вам кажется не перспективных отношений они перспективны те которых браку нет вы постоянно отказывайтесь уверенно отказывайтесь и и что ну ничего это последовательно и сушает для вас эмоциональный фон и в какой-то момент вам уже это все становится не нужно сами перестаете чувствовать вот такие вот сложные карты я для вас буду использовать прямо действительно сложные карты это классическая колода но тем менее вот она какая-то знаете такая как заколдованная эта карта которые всегда дают почти всегда дают плохие ответы спорные я про любовь для любви для рассказа про вашу любовь использую эти карты не случайно я правда думаю что вот именно любовные энергии как раз самые неуправляемые запутанные странные ну и трудные от реализации любовной истории мне кажется это всегда самая трудная задача для кого угодно и для козерога не важно там или для овну и водолея и так далее а вашу любовь карты сообщают на вверх обратите внимание в центре расклада королева пентакли перри вернуты королева пентакли это карта которая обозначает жену жену со статусом официально вообще в колоде таро когда карта переворачивается она описывает такой же перевернутый брачный статус для вас поэтому либо карта давай вас называет бывшей женой либо карта говорит что вы сейчас не справляетесь с обязанностями в браке либо не хотите брак продолжать то есть не хотите упорно справляться либо карта это для вас описывает любовную историю которой не надо ждать брак то есть статус жены видите пошатнулся трон жены пошатнулся то есть статуса жены ждать от этих отношений не надо глупо неправильно скучно в общем не будет ничего и так далее что было до этого ага был какой-то ваш личный очень очень неправильный выбор неправильный выбор что-то вы сделали вот ну неправильно все вы находитесь браке значит вы судьбу брака выбирали сами единолично своим собственным авторитетом и выбрали неправильную и или вы может быть выбрали совершенно не не того партнера не того выбрать не того парня прекрасно это классическая история прямо всем известны в точку выбрали не того парня и очень напрасно ждете брака вообще ну просто вот на пустом месте потому что оставки высоки ваши ставки очень высоки то есть вот ваша любовная история там не забрать на или это просто сейчас пока вы встречаетесь для вас то очень важно по крайней мере вы так думаете и думали потому что вы долго выбирали вы подошли со всей ответственностью к этому вы полюбили в конце концов вы долго слушали свое сердце вы долго в общем вот это ваша как бы часть вашей судьбы но эту часть придумали бы сами сами себе вот придумали и стали молиться на нее а по факту ничего не было кстати вас тоже должны выбрать а здесь карта описывает что выбирали вы вас как бы не очень впереди с любимым человеком козырога ждет разлука ну такая по объективным причинам два ждет ложь и всякие хитрости друг от друга и связанные друг с другом вас ждет какой-то ложный или провальный совместный проект знаете как тень тень общего будущего мелькнет но только мелькнет ухватиться за нее не получится не хватит времени ну вообще историю может быть я так нагнетаю на истории не безнадежность вы спрашиваете куда вы идете вот с любимым человеком к свадьбе или нет пока не к свадьбе совсем вообще в другую сторону вы вырулили хотя и нет расставания нету вообще крупных ссор или какой-то вот по настоящее драма насколько карты видят течение полугода вот мое гадание на полгода будете вместе но просто придется вам что-то от него скрыть и разлуки пережить сделал удастся ли сделать выводы за этот период но я думаю что удастся знаете такая вот просто немножко запутанная история с остановками как трудный участок на железной дороге знаете бывает на железной дороге какой-то сложный участок с тоннелями со стрелками с вот это надо останавливаться где-то товарняк пошел и так далее вот пунктир неплохо нехорошо а плохо что романтика какую-то очень боковую факультативную позицию вашей истории занимает то есть через скажем два месяца или три ждите признаний каких-то новых обещаний ну и будет такой знаете кульминационный момент во всей этой вашей пьесе после которого спрос станет понятнее если вы в браке находитесь то ваш брак ждет ну вот такая же именно история немножко разлука немножко полуправд ну все в целом будет все в целом будет достаточно хорошо но у нас ведь есть еще категории людей которые в поиске в активном поиске если вы к женщина козерог и вы в активном поиске то карты обещают вам новое знакомство на самом деле но она будет тоже каким-то вот не безупречно гладким не стоит затевать сейчас вам не стоит искать себе сейчас именно мужа вот именно ваш такая заведомо позиция жены ну лишний что ли окажется знакомство не для брака могут карты описывать знакомство для того чтобы пока вам развивать может эмоциональную сферу гороскоп свой пообтачивать знакомство для того чтобы что-то пережить чему-то научиться но потенциал есть просто не ждите скорость а кстати вот это вот же королева пентакли это земная женщина у которой то она должна вот так вот выпадать а в перевернутом виде она как раз говорит что ваши именно земные качества о которых я говорил во вступлении к этому видео в данном случае в этом новом знакомстве новом романе будут невостребованными лишними или продвигать своих будете как-то неправильно применять будете их как-то неправильно то есть вот полегче что ли карта вам советуют быть полегче по снисходитель не у снисходительность это вообще знаете главная проблема любого козерога не умеете вы быть компромиссными и лояльными ну вот так но тем не менее придется есть шанс что все получится спасибо семейные дела козерога это тема моего следующего гадания как обстоят дела у вас в семье ваши взаимоотношения с близкими родственниками как держится и существует ваш семейный бюджет дом и жилище 4 стены которые вы считаете своим домом ну вот все про это будет речь пойдет конечно козероги очень семейные люди вот просто . козерогу козерог может обходиться один и вообще без никого но как правило козероги вступают в брак рано и надолго навсегда потому что люди вы верные а почему-то сейчас на эти вот современном подходе верность считается проявлением инертности но тем менее люди вы верные ответственные поэтому в общем-то не спешите менять партнеров из брака в брак точно не прыгаете самое касается и дома и детей дом стены вы в общем цените все эти добродетели и кто к дому прирастаете итак семейные дела на что нужно обратить внимание что происходит сейчас у вас семейные ценности и моральные духовные мы тоже конечно оценим но материальных первую очередь то что можно завещать передавать дарить сейчас ваша семейная жизнь и главное это какие-то документы какой-то юридический правовой или просто бумажный вопрос возник он скорее всего совсем недавно возник тоже в общем из-за денег кстати карты в основном про деньги говорят здесь нет каких-то над человеческих особых усилий энергии рассуждений ссора было из-за денег сейчас все это ссора вылилось ну максимум судебное разбирательство минимум в необходимость переоформлять перераспределять семейную собственно впереди в целом отношения в семье будут складываться хорошо хотя ряд потрясений вас все-таки ждет потому что начнем с того что вы с кем-то помиритесь а помириться также как и поссориться это тоже как-то очень стрессово иногда это уже страшно придется вам с кем-то помириться придется вам все-таки решиться и опять же поменять перераспределить договориться перераспределить не знаю там финансовую нагрузку или квартирами поменяться родственный обмен по моему это так называется в целом от всех этих манипуляций семья ваша выиграет хотя вы будете близки к провалу вот карты дают совет рекомендации вам такие будете близки к провалу то есть риски в происходящем есть прям вот есть но вы с блеском их обойдете просто не выпускайте их из виду знаете человек боящийся человек избегающий позитивного мышления он же всегда сильнее он всегда потому что ну включена с опаской относится ко всему вот это вот опасочка вот сохранять ее пусть она будет все что вы сейчас делаете с вашим семейным имуществом его с вашими семейными отношениями не разрешится раз и навсегда то есть некоторая конкурентность некоторая спорность происходящего сохранится и пока на ближайшие полгода это будет но тем не менее все впереди значительно лучше чем в прошлом потому что в прошлом видите у вас прям дефициты конфликты и ссоры и чуть ли не раздела мощства падать дальше все но значительно более социально приемлемо и правильно и у меня будут еще вопросы картам про здоровье козерога про здоровье козерога никто никогда ничего не знает во первых вы сами потому что люди вы не мнительны лишний раз в больницу поликлинику не пойдете ну уж тем более о своих недомоганиях вы не рассказываете окружающим поэтому это здоровье козерога это вот просто тайна за семью печатями для всех ну и пусть нам тогда карта помогут разобраться узнать я сделаю для вас расклад на семь чакр семь чакр это древнее индийское учение аюрведа разделяет ну как бы разделяет разрезает тело человека на семь плоскостей в каждой из которых вот как в проекции попадают какие-то органы и системы и жизненные системы ну и жизнь сама в общем поэтому я все буду связывать может быть в основном то и даже не про здоровье вам расскажу ну это уж как получится 4 я начинаю снизу база хорошие ноги нижняя чакра это только ноги состояние ног сосуды суставы и так далее с этим все в порядке но карта императрица она же еще и очень такая щедрая она очень-очень много добра дает и обещают это значит что козероги ходят куда-то охотно сейчас то что ноги у нас болят когда мы ходим куда не хотим вот с этим все в порядке дальше низ живота репродуктивная выделительная система прекрасно все блестяще так что слов нет и даже знаете если этот туз а туз это новая новая роскошная возможность поэтому даже если совсем недавно вас тут были жалоба на связаны с этими органами то ждите хороших новостей все замечательно восстановится и продвинется но вот обратите внимание если хотите на что брать из внимание это же кота желудочно-кишечный тракт печень поджелудочный тонкий кишечник и и так далее вот здесь незначительные но острые проблемы могут быть как правило вообще говорят что желудок это он отвечает за ну переваривание пищи само собой за переваривание жизни может быть вы чуть-чуть слегка жизнь свою в какой-то части не перевариваете а может это вы не переваривать какого-то одного конкретного человека сейчас вот на сердце обратите внимание башня карта башни считается ну довольно проблемный вопросах здоровья поэтому если хотите если ищите под ходить в поликлинику как и думаете какому врачу тут идите кардиологу сердце отвечает за обмен с миром за щедрость за щедрость что-то вы не хотите отдать или отдали да пожалели или отобрали у вас или ну вот вопрос связанный с долгами кстати не только материальными моральными духовными нравственным то они все тоже отпечатываются именно на сердце или считаете ну сама наверное распространенная проблема в том что вы считаете что вам не додали не додали вот кто-то не не додал все очень хорошо с голосовыми связками гортань трахея дыхать верхние дыхательные пути здесь все идеально то есть говорите что думаете крики рыдания слова критику даже сдерживать вам не приходится может даже выздоровление какое-то идет вот именно по этой часть с мозгами мыслительные способности память контакты здесь все очень хорошо но тоже здесь есть какое-то обновление может быть было хуже но сейчас все восстанавливается все правильно ну и тоже у тревожная карта у вас выпадает на седьмую чакру седьмая чакра в даже состав организма не входит она у нас болтается где-то вот на высоте там 5-7 сантиметров над макушкой и она описывает состояние альтер-эго внутреннее я то есть подсознание интуиции ну вы понимаете что каждый человек вот имеет вот такую вот малюсенькую макушечку верхушечку где есть физическое тело ощущение с ним связаны и есть сознание работа полушарий головного мозга и есть еще вот огромный огромный такой вот айсберг который под водой это вот как раз то что внутри то чему мы отчета даже не отдаем и о чем про себя даже не догадываемся в общем вот обратите внимание какое-то очень глубоко закопано эмоциональное состояние сны догадки и прочее вот это может вызывать вопросы ну хотя восьмерка кубков возможно призывает вас от чего-то отказаться от большого большого груза пласта прежних переживаний чем быстрее их выбросите тем быстрее жизнь и мозги свои сердце обновите тем легче будете видеть мир